Приветствую вас, уважаемые танкисты! Сегодня видео у нас будет, можно сказать, что один из самых лучших тяжей в Артандре Т-26Е5, он же бронированный першинг. Уязвимыми местами является у него пулемет, погон башни и иногда еще залетает в маску. В остальном это просто кремень. Если его зависеть кустами, к примеру, вот так вот, то это будет довольно такая жирная машина, потому что танкист будет думать, что вы обычный першинг, стрелять вам в ЛД и, конечно же, не пробивать. Ну а кусты, я думаю, мы сейчас с вами куда-то прилепим и все, и станем нормальным бронированным танком. Странно, что тут вот какие-то пулеметы мешают, вот что это такое, вот вопрос к разработчику, вот это вот, что за коробка вот эта вот? И что она тут вообще делает? И почему я из-за нее не могу повесить куст? Ясно, но это уже вопросы к тем, кто настраивает ДМ-модель, и вообще в целом модель техники. Ладно, не суть важна, я думаю, и без этого куста нам будет нормально. Погнали в рандомчик, посмотрим, как играется тяж на боевом литике 6-7. Я думаю, очень часто будем попадать в нос списка, но нам это ничем не грозит. Погнали. Первый бой, карта Швеция, и сразу мы с вами попадаем в топ. Довольно-таки неплохо, слушайте, можно попадаться на С. Беру каморники в районе 20, там плюс 5 штук, немножечко подкалиберов, чтобы хиншелей пробивать, и фугасы, конечно, чтобы убивать зенитки. Так-то у нас есть крупнокалиберный браунинг, но мало ли, вдруг его будет нам мало. Думаю, занять позицию между точкой С и Б, где-то тут, с этой стороны, потому что в объезд на нем ехать довольно-таки проблематично. Он тяжеленький, вроде першинг, но едет он как тот же М103. Каморник М82, это наше все, он пробивает хорошо, в районе 170 мм, да, даже 185, и дамажит. Самое главное, урон. Чем лучше стреляешь, тем эффективней урон. Ну да ладно, попали мы в колу против немцев, советов и шведов. У шведов там нет ничего интересного, у немцев могут быть всякие пантеры с тиграми Е, но у советов, возможно, будут и сяны первые и вторые. Может быть, немножечко 85-ок. И сяны с жопным пиком опасная штука. На вскидку попасть будет, конечно, сложно. Я давно не играл на этом танке, и к баллистике немножечко не привык. Но достаточно поиграть пару-тройку боев, и все вернется взад. Помню, турниры мы когда катали, там очень часто играли на обычных першингах и на Т25. Так, слышу тигра справа. Да, это тигр, это не пантера. И еще слева. Это тигр Е. Ну, его ромб. Ему не поможет. Сюда. ПТшечка, да? ПТшечка, по-моему, 300 мм, да? Или там 200 мм? Да, 200 мм у нее там кумулятив. Ну, я слышал еще одного тигра. Он, видимо, уехал. Ладно. Тут-то никто к нам не приедет в спину. Кто-то, видимо, направо ушел. Давайте догоним. Не, прям кайф машина. То есть, она достаточно крепкая. Она ошибки прощает. Плюс это тяж. О-о-о. Здорово. Бам. Еще и подсрачник дал им. Так, Джамбони слева, 34-ка справа. ПТшечка летит в ангар. Этот смешарик тоже. Кстати, можно было попробовать его первым убить. А потом залить ПТшку. К тому же, у нас еще и ядерка первонета доступна. Так что, это, наверное, один из самых простых танков для набития ядерки. Ну, прикиньте, в топ попали. Все, изи ядерка. Останется только долететь. Самое сложное сейчас. Улитка пофиксила сирену. И, если, допустим, самолеты летают над картой, то они тоже слышат сирену, что есть ядерка. А раньше она не всегда срабатывала. Хорошо. Хорошо, блин. Дерево съел мы каморник. Ладно. Так вот, о чем я? То, что самолеты летают, они сразу агрятся на ядерку. А если ты летишь на какой-нибудь Б-29, то выжить, когда тебе в лоб летит три самолета, ну, мягко сказать, практически невозможно. Вот будет хохма, и себя Пума ваншотнет. Сюда. А Пума убежала, да? Нет, она там так от... Ну, его, типа, можно и убивать даже. За него ничего не дадут. Даже чеканную монету подержать не дадут. Не то, чтобы ей оплатить. Так, я его немножечко приземлю. Подгуслю. И потом можно попробовать его довануть. Ага, там еще второй. Хорошо. Ну, вообще, восемь килчиков изи. Просто как с куста. Переедем. В ад. Переедем в ад. Так. Ну, ладно. Есть ли смысл второй пик брать? Я думаю, есть смысл брать второй пик. Главное, чтобы нас смешарики эти не бобрили. Ци они сбили. Тип все равно будет переезжать с точки. Он там не останется. А вот, если минуса будут давать сейчас, то мы можем их немножко подержать тут. Опять же, до первого самолета. Этэшка дохлая. Ага. Зенитчик какой-то катается. Эта штука просто ваншотается в корпус. Вот вроде зенитка, да? Ты думаешь, что сейчас она будет там суперкартонная? Ага, хер там. Просто в силуэт стреляешь, корпус пазика позволяет взводить снаряды. И она ваншотается. И она ваншотается. Просто бац и ваншот. Ага. Можно вот так за дерево встать. И он не заметит. Штурм-тигр. Я бы спрятался за деревом. Высоко. Все, время Джейкодса пришло. Выпрыгивай. Задумился. Мне тут нельзя стоять. Мне тут стоять нельзя. Я подрез поставился. Тигр. Угу. Тигр это очень больно. Особенно если ствол выбит. Если бы я остался и там искал бы в думы, я просто бы умер от попадания в борт. Второй пик можно было и не брать. На самом деле ради одного фрага. Это плохо. Это плохо. И справа еще как будто кто-то есть. Да. Как будто бы справа кто-то есть. Поэтому я, пожалуй, перееду. Этот на углу стоит. Это, блин, как много ПТ-шек, капец. Прям очень много ПТ-шек. Угу. Ну давай. Браунинг против Кеги с пивом. Ха. Ну она взорвалась в воздухе. Я прям видел ее. Что за приколы? Он кинул Кегу и она лопнула в воздухе от того, что я попал в нее с Браунинга. Но все равно я сдох почему-то. Короче, какая-то странная регистрация попаданий. Ну ладно, сколько мы сделали? 14 килов. Нормально. Пошли дальше. Акация какая-то. Что-то тут пытается накидывать. Ну-ка давай-ка попробуем поддавить. Долго едет вот. Чуть побыстрее бы ему. И хорошо было бы. Ну тогда улитка бы и БР задрала бы ему наверх. Конь 7-0 дала. На 7-0 это уже неприятно. Это уровень Т29. Бронепробития хватало бы, но скорости бы категорично не хватало бы. Даже взять тот же М46, да? У него такое же бронепробитие, но у него есть хорошая подвижность. Ты одним из первых занимаешь позиции. А потом как бы все. Начинаешь накидывать и обрабатывать танкистов. Так, паладинчик закончился. Акация стреляла по кому-то на правой стороне. Возможно, вот поэтому. никого. Они все целый пароль. Ну ладно. В упоре танк есть. Не могу понять, кто это. Как будто 85-ка китайская. Нет. Ну, под таким углом сковородку не пробить. Надо переезжать. Переехать. Может, Акация ее обработает. Ну, либо я уйду сюда левее и прострелю ее в борт. Она стоит выше. Если бы она была на моем уровне, то я бы ее спокойно в руку попрошил. Но так как она стоит выше, пробить ее очень сложно. Пантера, откуда ты взялась еще? Ладно. Плохо выстрелил. Это мой косяк. а он даже не понял, откуда ему прилетело. Это слишком низкая, да? Каморник просто пушка. Так, отлично. Ну, вот, в принципе, я и дождался, что Акация ее виру била. Нам нужно проехать, я думаю, вот сюда куда-то, чтобы можно было захватывать еще левый респаун. тигр. Ага, Ну, первый тигры это просто без шансов вообще. На тигре, я думаю, можно как-то было бы пободаться, рамбить. Что ты? Слышишь, там чел летит? Я не хочу умирать вместе с тобой. О! Ну, это поминки, типа, его починить, а сразу бомба прилетит. Я уже подкован на всю эту тему. Он стоит, он сладкий фраг, это птичий магнит, я бы сказал так. И они вот срут на него и срут, срут и срут. И на меня тоже. Как ему везет жесть. Просто как он терпит? Учинить его явно была бы ошибкой. Нас бы сразу забобрели обоих причем. Лучше я вот уеду и как-то я вот хоть сбил одного. Оршины сразу напали. Так. А, доигрался уже. Это с левого респа, да? Да. Это слева респа я подставился. Так, ну а что тут? Ну типа тут можно взять конечно еще приехать. Давайте может быть туда левую сторону соль поедем. Тут что-то прям вообще как-то грустно было. Я только восемь нашел. Вот и девять. Вот и девять. Такое количество бы закрывать как в прошлом и вообще норм. зенитка не хочет фраги делать. Приходится мне делать. Так, по маркеру можно попробовать закинуть. и еще слева. Слева вроде как победили. Остался справа за мельницей по прямой. И его тоже победили. Эта ВК-шка была. Ну тут что-то только сближаться по центру и все. много времени уходят на проезды всякие. Так, доезжаем почти до арочки и танкист тут что-то стоит и кого-то выцеливает. Я слышу двоих. Один справа, один слева. Один выше и один ниже. надеюсь что они одновременно не выйдут. Иначе смерть будет для меня. Чел АФК стоит как пиво. Ждет. Чего ждет непонятно. Ладно. Хоть с этим справился. Я думал он упорится сейчас вниз. почему каморник не взводится об башню или об ком башню. ну давай. Ну давай сюда. кто против браунинга моего. Ну глупая идея. Просто глупая. Бам. Можно выходить. Во. Теперь заиграем. Дно списка и довольно жирные противники в виде хиншелей всяких. хиншеля. Хиншеля 100 может быть даже 50 четверки некоторые. Вот сейчас вот и поиграем. Смотрите тут есть такой прикол что можно поехать сюда вот так вот. Но тут 100% кто-то будет. Вот прям железобетонно. Какие нибудь машинки. Можно поехать вот сюда. тогда мы умрем в спину. Нас убьют. Можно поехать сюда. Но мы не успеем по скорости приехать. Либо играть где-то здесь. Но тут лобовое столкновение с хиншелями. Так что вариантов не особо много. Можно было еще конечно давануть и отсюда. Но с этой стороны заезжать неудобно. Опять же лобовое столкновение. Лобовое столкновение плохо. Так как мы на дне списка. Если увидим маус можно забивать болт сразу на него. На рикошет только чемпионы могут убивать этих маусов. А нам надо искать более интересные фраги. лад chilly. Этого типа вроде как разменяли. Ладно. не самая приятная позиция вот из-за того что в спину можно получить плюсом тут ни хрена не видно просто решит то блин уехала опа проблемка опа ну вот об этом я и говорил что рано или поздно ты сдохнешь в борт потому что эту сторону ну никто не будет смотреть ладно пойдем тогда в точку а на центре играть хорошо но вот надо чтобы кто-то из спину смотрел а кто будет смотреть спину два фокса ну они могут и заклевать конечно этого тигра но когда это будет вопрос я-то уже сдох тут танк в упоре это из 3 попался выбьем ствол ему а под гуслим чтобы не убежал никуда да вот здесь вот принимать получается но под башню ему вряд ли залетит там надо прям супер идеально попасть 109 победился ладно тут какая-то 57 2 вверх полностью пустой не проезжать супер опасно так но эту зенитку просто сожрали браунингом принципе ожидаемо с позиция такая оси он заехал просто и уничтожил я даже через окно можно было я прострелить браунингом так справа кто то есть зенитка так но там тигр а нет не тигр это 26 5 тигр сдох вдох уже все он из своей отыграл тут тоже тигр сдох все надо сюда поджиматься я думаю камбэка уже не будет они сломались слишком сильно они переагрессировали на было стоять и встречать на ясянах третьих они упарывались вперед и сдохли просто слева там какой-то смешарик лопнул просто пук и все отлично ну 7 кильчиков хорошо на дне списка принципе нормально топе x2 результат просто условно сдох получается я по разу каждом бою и в одном h2 для новичка танк ну я думаю более чем подойдет слушайте ошибки прощает дамаг есть стрелять правда надо точно чтобы наказывать всяких танкистов на паршах и прочих машинах уязвимы местами будет кайфовая машинка прямо как першинг в лучшие годы когда он на 63 был были прям вообще песня не убежал бежать было некуда зря только реснулся нормалек все давайте последний скатаем и будем подытоживать двести двадцатый отдыхает о лучше идеально просто идеально сюда да для городских карт вот прям хорош и я думаю на моздоке бы где-нибудь еще бы зашло прям классно на этом танке но всякие допустим голландии большие там уже духота слева слышу тигра какого-то прям за восемнашкой а он его учет не слышь нормально нет а нет там еще один я другого слышал так отлично рядом с восемнашкой кто-то паладин по ходу нет это без откат к осми шарик добрый вечер он может ствол убить мне так да это шайтан труба была пантера сначала подумал что нифига себе пантера в упор заехала ладно сюда да он по красоте в нлдшечку дать так хенш это плохо чтобы хенша победить надо его пропустить и прострелить его в борт башни по идее вот так же 2s1 может ваншотнуть если попадет хорошо да она его и ваншотнула блин я прям вангою слушайте наванговал акацию которая ваншотнет сковородку или кого-то ваншотнула тут наванговал что гвоздика ваншотнет хенша пора начинать раскладывать карты таро перед боем гадание на урон надо вводить фичу за донат вот все танкисты там технику на выкат делают стримы заказаны а я буду на урон гадать не пробьешь пробьешь плохо дело почему не разрушается интересно это было как он меня увидел или он через стену прострелил он прям вообще у меня погон башни прошли вдохнул что это за это классика просто war тандера просто классика вот на секундочку нет позже его убить нет она сдохнет ровно после того как сдох ты это прям классика я не знаю как такая руна работает и она всегда так у меня еще ни одного по моему раза не было чтобы типа замаслили до того как он убил меня но на самом деле не стоило брать этот респаун вот но я думаю можно и подытожить уже прям под конец этого боя что могу сказать о танке товарищ танкисты танк приятный он спасает тебя в некоторых случаях иногда даже позволяет очень часто ошибаться но скорость у данного танка неприятно если ты попадаешь на дно списка если это большие карты если это карты очень холмистые то играть на танки просто-напросто некомфортно из-за того что ты не успеваешь никуда приехать и тебе приходится где-то терпеть вот в остальном же машинка супер приятная играется но я бы сказал 50 на 50 и кидает свой боевой рейтинг и в топ и на дно списка если попадать против советов на дно списка то играть некомфортно если против немцев и других наций в принципе можно вот не так много всяких истянов третьих которые на тебя лбом выкатывают и ты просто можешь спокойно кататься там фарминь зенитки всякие 57 2 и прочих танкистов за советскую сторону вот куда поехал а это ягдпантера ничоси ничоси трансмиссия все ты мой ты мой ты мой танкист нет а ясно гусеницу сожрало надо ниже стрелять сюда я думаю для новичка танк в принципе неплохой если его прокачать можно легко понять задание на тяжелых танках каких-либо вот и играть даже с удовольствием war thunder все зависит правда от карт бывает такое что war thunder супер лайтово тебя кидает по кд в топ и карты приятные а иногда ты попадаешь просто на карпаты где ты до точки а не успеваешь банально доехать и все фраг стоит так что если вдруг вы попали куда-то на супер большую карту то вам придется менять свою тактику кардинально вот но на этом все смотрите другие видео подписывайтесь прожимать и лайк ну и конечно же пишите ту технику которую хотите увидеть следующем видео в описании также вы найдете ссылки на дискорде лего и мою реферальную ссылку перед я купившую и по ней вы тем самым меня поддержите а также получите скидку и мою наклейку но и от себя сегодня играл приятно играл да не терпел ни разу вот играл для вас так что обязательно увидимся еще в других видео пока пока